Купол неба Большой и звездно-снежный Как здорово, что все мы здесь сегодня И вот мы предприняли, может, что-то такое необычное, как раньше, вот к царю ходили ходоки И вот мы решили просто вот по-русски попробовать пойти Мы будем до конца идти добиваться своего Ну, 360 километров от Москвы Ведь это может быть хуже Чернобыля Потом будем хлопать себя ушами по щекам Добрый вечер На этой неделе к Москве подошла колонна работников Смоленской атомной электростанции С требованиями выплатить зарплату работникам станции за три прошедших месяца И, в общем, по сравнению с Кузбассом или Приморьем В этой манифестации ничего такого особенно примечательного не было Пожалуй, только какое-то другое настроение Вы сейчас видели эти кадры Вот как-то все это по-другому Люди шли, ставили чистоколом свои лозунги вокруг палаточных лагерей Пили водку и на гитарах пели романтичные песни о том, как это быть атомщиком И грустные песни о том, как тяжело жить без зарплаты Для нас с Сергеем Бодромом это в некотором роде было продолжение Грушинского фестиваля Откуда мы делали взгляд на прошлую неделю Правда, Сережа? Добрый вечер Да, у меня главное впечатление от Грушинского фестиваля Это очередь за водой Сотни людей с канистрами, банками, фляжками Стоят на жаре Как в блокаду Но единственное, что лица у них веселые Купить минералку в палатках они не могут Просто дорого для них При этом они по паре миллионов потратили на билеты Потому что кто-то приехал из Владивостока Кто-то из Надыма Со всей страны, вот на эту поляну под Самарой За все приходится платить Но все зависит от того, на чем экономить Ну я, кстати, вот тоже не понимаю, как экономить и на чем Абсолютно непостижимые стихии Где-то экономишь, а где-то теряешь И управлять этим абсолютно невозможно И в этом, кстати, со смоленскими атомщиками мы сходимся Они тоже свои лучшие надежды связывают не с деньгами, а с детьми и с музыкой Репортаж Артема Лиса Вообще, у нас тут немножко дедовщина Да, как в армии То есть, вновь прибывшие на дрова, это дело святое Молодых зачмурить Молодых зачмурить Понимаешь, это не консервный завод И то, чем поставить предприятие Если не будет проводиться ремонт энергоблоков Это, возможно, последствия второго Чернобыля будет А Москва близко Она не задумывается об этом Второй год подряд Смоленская атомная бунтует В 96-м работники станции почти неделю не выходили на работу Требовали выплаты зарплаты Сейчас идут на Москву Пешком Добрая половина участников марша сейчас в отпуске Остальные же, отстояв смену, догоняют колонну на автобусе Домой тем же автобусом возвращаются те, кому завтра на работу Сделали шалаши, не хватало палаток Сделали шалаши, самодельные дома такие Устроились все Ну что, чем интересно, приходят усталые люди Ну что им надо? И то усталые А до трех часов ночи никого спать не должен А почему? Гитара, костер Мы действительно без стеснения идем посмотреть просто от народа В глаза нашему правительству Мы им всем предлагаем Ребята, давайте хоть раз посидим за одним столом в походе Давайте хоть раз попитаемся с одного стола Вы ждете, что к вам придет Чубайс в идеале? Ой, я хочу взглянуть в его рыжие глаза Пусть он не обидится На него говорят рыжий, рыжий Ну что поделаешь? Может быть он не рыжий, а золотой Кто знает? Вы знаете, я тоже на первых порах Еще там в Десногорске Я думал, что это туристический поход Ну знаете, как кто-то спускается по рекам на байдарках И там говорят, что за мир и дружбу А тут мы пойдем за вашу и нашу зарплату И так далее Нет, это не туристический поход Это не туристический поход За время, прошедшее со дня начала акции протеста На счет станции пришли деньги для погашения задолженности по зарплате За апрель и май Средств на ремонт пока нет Сегодня у меня в гостях один из тех Чье внимание, собственно, и хотят привлечь Смоленские энергетики Вице-премьер правительства России Олег Сысуев Олег Николаевич Меня, вы знаете, что удивляет Когда вас представляют в новостях Называют вас вице-премьером Который ведет блок социальных вопросов А что вообще в правительстве не социальный вопрос Армия это не социальный вопрос Культура не социальная Молодежь это не социальный вопрос Как это делится Вы, безусловно, правы Вообще деятельность государства В первую очередь это деятельность социальная То есть вы государство, а все остальные зарабатывают Да, то есть здесь, может быть, блок социальный Он связан с тем, что мы действительно Как бы, прощенно говоря, проедаем деньги И не воспроизводим продукты Не продаем товар Ну, так принято А что бы вы ответили Вот, в частности, смоленским энергетикам? Вы знаете, очень трудно отвечать Хотя картинка была порой такая умилительная Костер, значит Действительно интеллигентные люди И страшнее всего, что вот Эти люди Тяжелее всего Они не требуют Действительно вот так, знаете Как у нас есть такие И с красными глазами Вот, всех порвать, всех разорвать Долой и так далее Вот, я лично И думаю, что все члены кабинета Все испытывают Самое большое чувство Ответственности, если хотите Стыда перед этими людьми Что эти умные Интеллигентные Люди, которые могут считаться Золотым фондом России Вот, оказались в такой ситуации И что они требуют Действительно, наряду с заработной платой Улучшение Деятельности Их производства Я вот в список этих проблем Добавлю еще одну Одна история По-моему, абсолютно вопрос По части разрешения Как социальные Можно смотреть на него Из Владивостока Олеся Бондарева И Сергей Куракин Не дают ответа Белые туманы Тесная каюта Бешеный зюйтос Бродим мы по свету Горе Магелланы Нам место приюта Люди дарят третий тос Бродим мы по свету Горе Магелланы Нам место приюта Люди дарят третий тос Денег нет на питание Мытья нет Он все душевые позаварил Кто? Капитан А витаминоз? Витамина не хватает Тоже не один такой Вон они, вон они стоят На помойке ловят эту красноперку Вот это все Можешь снимать Спонсор там есть Этот, в смысле Топливо он куда-то продал Бог его знает Но этот спонсор наш А деньги ему не перечисляют И у нас не питание Уже кончается Семь мешков картошки осталось А с Магадан Представитель наш Поливанов приехал Семьсот пельон Который должен нам За рыбу Увез Все Магадан увез Сихаря увез И все А мы без денег Все Как хочешь, так и живи А при том Магадан рыбпром Он банкрот Да, его банкротом объявили Объявили банкротом Вот судно стоит Вот он Вон она Креплев Арестованный Его будут продавать С тем экипажем Он арендованное Это наше судно Но он арендованное кем-то Тот экипаж Деньги не получил Половину списали Савадим Тоже без света Без воды сидят Их отключили нахрен Брошенные корабли В Приморье Этому теперь удивляются Не больше, чем Перебоем с теплом И электричеством Дело в том, что Местные бизнесмены Выгодно арендуют Изношенные суда И получив прибыль С одного-двух рейсов Бросают корабль С экипажем Где придется Владивосток Находка Китай Корея Несколько месяцев назад Член экипажа Одного из судов Брошенных на Тайване Покончил с собой Они там уже Второй, третий год Стоят арестованные С экипажами на борту Они вообще на рейде Тоже стоят Да, их Нет, при мне Они еще стояли у причала Потом их корейцы Выгнали на рейд И вот раз в неделю К ним подходит катер Вот, привозят продукты Или еще что-нибудь И экипаж даже не может На берег выехать Они постоянно Находятся на судне То есть, а зачем? Это как в тюрьме же Получается, как в тюрьме В тюрьме там ход Смотрят за ними Кормят вовремя А тут, да А тут вообще ничего Произвал, в общем Произвал вот этих коммерсантов Вообще непонятно Нет никакой структуры Которая может Хотя бы следить за этим Питьевой воды нет Продукты питания закончились Просто начался губит Вот так мы кушать валили Вот таким уголом Топишь, потапливаешь Нашли в провизионке Фарш рыбный Он уже просроченный Года три или четыре Его вытащили сюда, кинули Типа кошкам покушать Вот кошка здесь у нас Еще две есть И вот потом сидели-сидели И два ящика этих съели Ну, вроде пока никто не отравился Нашли муки чуть-чуть Вроде хлеба там У нас фаридас пекла Рис, кашу варим На костре Ну, мать лежит в тяжелом состоянии В больнице Стенокардия Я сейчас не могу даже съездить На главпочтам Познать, там есть телеграмма Нету, у меня нету денег вообще На паром Ну, вот так, если она жива Привет ей, конечно Пусть ждет Отправил жену свою В июле месяце На материк Вместе с ребенком Сказал, заработаю деньги И вышли тебе Она полетела к матери В Киргизию И вот до сих пор Находится там Потому что я не имею средств Собрать ее и сына Домой в Магадан Вот такие-то дела И что теперь делать? Ну, я думаю, что может все-таки что-то заплатят Если меня жена увидит Так я прилечу и заберу Весной В Володивостоке Один потрепанный пароход Перед отправкой в Японию Попытался выровнять крен И затонул прямо у причала Мы живем в России А вы живете в Москве Это другое государство Называется Москва Или Московия Как угодно Поэтому какие разговоры С вами могут быть Вы нас не поймете никогда Когда вы были мэром Самары Вот такие ситуации Вы могли как-то их разрулить Когда именно в частном секторе Происходит такой Беспредел фактически Да, конечно Это все происходило Недолгой памяти Порткомовскими способами Вызывался руководитель Частного предприятия Ему ставились определенные условия Да, иногда запугивали Да, грозили, что у него будет сидеть Налоговая инспекция Месяц рядом Около его кабинета Но решали эти проблемы Именно так надо решать эту проблему Вот это мне нравится Я думаю, что с этими людьми Ничего не поделаешь Переходная экономика Она и есть переходная экономика Открою секрет для зрителей Хотели с вами встретиться На Грушинском фестивале И даже на прошлой неделе Когда мы оттуда делали программу Мы пленочку крутили С прошлогоднего фестиваля Когда вы в составе Квартета городской администрации Там поете на этой гитаре Я, кстати, вам привез фотографии Сегодня Это, правда, с прошлогоднего Тут у вас с Политковским С женой С нынешним командующим Воздушно-десантными войсками Да, да, да Который тогда был начальником штаба Григорий Иванович Шпак Да, мы как раз В этом году опять с военными Проводили время И вместе с поэтом Юрием Кублановским С главным редактором новой газеты Димой Муратом Тоже у нас из Самары Вспоминали вас И жалели, что вы не смогли приехать Вы же, в общем, не пропускали этот фестиваль И говорили мы о том, что вот Как все-таки вот Тяжела шапка Мономаха Когда мэром человек работает Еще как-то А вот уже вице-премьера Вы не можете приехать Потому что дела такие Или все-таки есть какие-то еще причины? На самом деле все произошло Гораздо тривиальней Просто не имея в голове Грушинский фестиваль В минуты отдыха всегда На работе я об этом подзабыл И поставил в график моих поездок Первое заседание Межправительственной комиссии С Южной Кореи Как раз на эти числа И потом горько-горько об этом пожалел Когда невозможно было перенести То есть Самара никогда теперь не будет Гордом Побратимом и Сеулом? Олег Николаевич, а можно я вмешаюсь? Я-то думаю, что вы напрасно совершенно оправдываетесь Потому что, наверное, это правильно Но представьте, если бы все в правительстве Играли на гитарах, стихи писали На байдарках катались Все равно вы были нищие, безработные Все равно вы правительство это не любили Что нормально не любить правительство А для правительства нормально быть Старым, толстым, ездить в отпуск в Сочи И тогда его и не любить проще Мне кажется, вы знаете, все Не все Может быть, большинство наших бед От того, что Мы создаем образ сами И у людей правительство толстое Значит, неповоротливое Не играющее, не поющее Просто непростых людей А вот родившихся такими чиновниками Которые используют служебное положение По поводу и без повода Разъезжают за казенный счет За границу и так далее Вот, мне кажется, что сейчас У нас в правительстве Вообще нормальные молодые люди Да это очень здорово Мне самому очень нравится, что много молодых Но я сам для себя просто думаю Может быть, это неправильно Но ни в одной же стране Не любят правительство, правильно? Это естественно его не любить Естественно, любить там девушку, маму, папу То есть лучше, что правительство было жестоким Злым Ну, по крайней мере, толстым и старым Некоторые традиции Они, в общем, от того, что Ничего нового просто придумать не могут Вот, например Недавно справили юбилей в Черноголовке Это фестиваль, где 10 лет назад Родилось сразу несколько легенд русского рока Оттуда Олеся Бондарева и Александр Куприн Олеся Бондарева и Александр Куприн Тень ко мне повернулась спиной Тень уже не танцует за мной Какие-то скрипки где-то бились Чьи-то узкие плечи Это музыка будет вечной Если я заменю батарейки Это музыка будет, будет вечной Добрый вечер Ну что, за 10 лет, которые прошли Многие рокеры изменились Я разговаривала и с Бутусовым, и с Шевчуком, и с Налем Было очень скучно и тостливо Единственным моим доводом во всех разговорах было Мальчики, но почему же вы так круто изменились за 10 лет? Ведь у меня было 10 лет назад далее 68 Сейчас 65 А у вас-то что? По какому поводу? Усталый голос, седина, толстые животики Синие пропитые, резвые битые Падающие, как тень Папиросы греты, кончено отпеты С чердаками на бекрень Тертые, копченые, жизнеудрученные Больные, как пыльный ветер Дикие, корявые, рваные, дырявые Разухабистые дети Это такой припев, песня такая Ну это классный, рок-фестиваль, вообще чё В 1986 году Дмитрий Шумилов стал первым советским негром А давайте познакомимся Это Витя, мой друг Витя Чё вы так шарахаетесь? Возможно, вас смущает, что он негр? Так это пустяки Он наш негр, советский, социалистический В эпоху капитализма Шумилов начал писать музыку к рекламным роликам А для души по-прежнему играет в группе «Вежливый отказ» На фестивале в Черноголовке 87 «Вежливый отказ» был единственной московской группой А ДДТ и Наутилус выступали перед столичной аудиторией впервые Собственно, тогда они и стали известны Я в своё время чётко решил, что я буду заниматься музыкой всё время И что именно музыкой я буду зарабатывать деньги В тот момент я решил для себя чётко, что деньги я буду зарабатывать музыкой Это моя профессия Рокеры из Краснодара, группа «Дрынк» Класс! Десять лет назад в Черноголовке Константин Кинчев пытался прыгать в озеро с вышки и едва не разбился Группа «Наутилус Пампилиус» в полном составе будила ночью город криками «Ален Делон» говорит по-французски Юрий Шевчук выбросил кресло из окна гостиницы и оказался в милиции В 1997 году все эти музыканты в Черноголовку не приехали Зал был полупустым Зато впервые в России музыкальный фестиваль транслировался по интернету Синяя, пробитая, резаная, битая, падающая, как тень Папиросой гретая, кончено, обветая, с черточиной навек в ней Олег Николаевич, «Руканрол» мёртв? Ну вот уж не знаю точно, но мне кажется, нет А что вам нравится, Олег Николаевич, из современной музыки? Есть что-нибудь? Ну, я достаточно консервативен в этом Мне нравится Элтон Джон, нравится Брайан Адамус Вот вспомните себя 10 лет назад Я, кстати, отмечу, что у меня, как и у Бутусова, талия тоже была уже тогда Мы отъелись за эти 10 лет Казалось, в общем, что так мало надо Каких-то новых книг, возможности выезжать за границу Чтобы приехал в страну, вернулся с Солженицын, я не знаю И была идея сегодня, в общем, какая идея вот есть, на ваш взгляд? Что есть надежда? Знаете, вот есть ощущение, что молодежь, кому сейчас от 16 до 25 Это как раз основание для серьезного оптимизма, что в нашей жизни обязательно все будет в порядке Скажите это любимого Скорите еще раз Да, все время у нас тут идет вечный идеологический спор по поводу молодежи Но я пока, честно говоря, скептически Олег Николаевич, а вы самый молодой член правительства? Нет, 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 я поэтому так и говорю А кто моложе? Ну, и Борис Ефимович, и Анатолий Борисович, и Альфред Кох Это все люди, которые моложе меня Но дедовщины у вас там нету? Есть, разве что в проявлениях Виктора Степановича Да, а в чем? Это шутка такая Олег Николаевич, мы так мало знаем о нравах в правительстве Очень интересно Ну вот, например, Виктор Степанович, он к вам на вы обращается или на ты? Бывает, что и на ты Ему это, я думаю, простительно А Ельцин? А Ельцин на вы А вот раньше в райкомах даже комсомолов всегда были свои такие ритуалы Кто как обедает? Как правительство обедает? Отдельно, вот, скажем, там, вице-премьеры от... Как это все происходит? Вице-премьеры вообще отдельно обедают Почему? Потому что время на обед 15 минут И нам приносят в кабинет, так сказать, по заказу, что мы там по меню отметили Не забыв при этом отдать деньги секретарю, чтобы она расплатилась И вот обедаем То есть за обедом вы не общаетесь? Только по телефону? Нет, бывает, что мы, значит, выстраиваем свою работу так, чтобы нам именно пообщаться за обедом Особенно часто с немцом у нас так бывает Понятно А какие все-таки развлечения, кроме тенниса? Ну что, охота, может быть? Да нет, это совсем даже не теннис Скорее, это баскетбол, футбол Ну, теннис нагрузки маленькие просто Ну да, маленькие Ты играл в теннис? Если пять часов подряд играть могут, значит, нагрузки низкие И еще прыжки с крутого берега Волжской косы Волгу вместе с Александром Михайловичем Любимым Спасибо Развлечение это серьезно Я с тобой согласен в том, что должна быть одна общая красивая, обедняющая идея Вот сейчас из всех идей, витающих в воздухе, есть одна Это идея получать от жизни как можно больше удовольствия Что-то новенькое, раньше все хотели страдать в предыдущие годы развития Что-то изменилось, знаешь, что-то вот как-то повернулось в другую сторону И, собственно, тему удовольствия, тему радости жизни я хотел обсудить сегодня с двумя моими гостями Скромными тружениками индустрии развлечений Музыкантом Гариком Сукачевым и кинорежиссером Дмитрием Месхиевым Началось все с того, что я прочел в газете про Гарика следующий пассаж Что Гарик Сукачев открыл клуб Woodstock То есть, вот однофамильец нашего Оказалось, что, в общем, не так все, да? Нет, ну как, это так, есть этот маленький Woodstock, который принадлежал ребятам-водильцам этого Woodstock То есть, это такое дочернее предприятие, да? Нет, в общем, там хозяйка моя жена, я там стараюсь не появляться Не знаю, как-то так не получается у меня Туда я доезжаю, ну, если раз в месяц Лучше деньги тратить на семью, вкладывать в зиму Да нет, на самом деле, все было куплено абсолютно с дуру Вот, нам не светило с квартирой в очередной раз Поселиться в клубе Да, и поэтому купили вот этот маленький-маленький клубик Ну, я не знаю, Ольга там работала когда-то, начинала, работала бухгалтером Теперь, мне кажется, она занимается тем же самым Вот, ну, ей нравится, и слава богу Слушай, ну она с тобой не советуется, там, какие, обои, подреи Да упаси господи, я боюсь этого, я ничего же не понимаю, понимаешь? Слушай, меня когда-то, когда я был совсем юным, во дворе даже одно время называли отцом Федором Потому что все мои коммерческие предприятия по продаже джинсов, понимаешь, там и так далее Обваливались со страшной силой Они дохли, как те кролики у отца Федора, понимаешь? Поэтому ребята говорили, Гарри, не занимайся коммерцией, не надо Слушай, ну а ты вообще что, не ходишь в клубы? Нет, я бываю, но редко, редко, все-таки редко Потому что есть какая-то в последнее время тенденция считать, что ходить в ночные клубы Это признак, ну, такого дурного тона Да нет, и мне еще кажется, что некое такое, ну вот я на себе ощущаю некое пересыщение Походами в клубы Было одно время, я ходил почти каждый день Ну, конечно, это надоело Он надоел и открыл сам В общем, на самом деле, Месхев, он буквально там несколько недель назад открыл в Питере ресторан СМА Кстати, Саша с твоим другом Макаревичем Ну, это же не клуб Поздравляю вас Спасибо большое Это совсем другое дело Это для еды Это место, чтобы обжираться Это совсем другая вещь Это как бы, может быть, это и станет клубом, но это станет клубом едоков Это не ночное место Это для того, чтобы прийти, объесться и с трудом, с трудом уйти Гарик, а ты вот сказал, что тебе стало скучно ходить в клубы, что предсказуемые разговоры Ну, а почему с разговорами стало хуже? Раньше там, когда вообще никаких клубов не было Как-то хватало и закуски, и водки Хотя и не хватало часто Но с разговорами всегда было нормально Ну, ты не думаешь, что с разговорами стало хуже, потому что клубов больше стало? Раньше просто хотелось в клубы, потому что их не было Да Я помню, как в Питере все стонали, что вот все там по квартирам сидят и пьют по мастерским ту же самую водку и едят ту же самую закуску И все говорили, вот некуда идти, некуда идти Потом эти клубы стали вырастать, как грибы Ну и прошло какое-то непродолжительное время, и все сказали, ой, эти клубы, ой, пойдемте лучше домой Вот в связи с этим я просто хочу вам показать один сюжет, старый Где, непонятно, то ли клуб, то ли дом И вот как вообще можно общаться, а можно не общаться В городе Судиславле местная интеллигенция открыла свой салон Такой старинный Давайте посмотрим Пару месяцев назад в городе Судиславле, что в Костромской области, открылся клуб интеллигенции А раз в неделю его гости собираются в местном краеведческом музее Поют романсы, рассуждают о живописи, читают стихи собственного сочинения, как и положено при свечах И эти люди уже никому в Судиславле не кажутся странными Вот сейчас у нас этот салон открылся, просто это здесь у нас отдушина такая Собираются обязательно люди, у кого чего-то есть на душе Это что-то наподобие тоже любви, но совершенно другой, чистой, совершенно иной Вот такое общение у нас, которое сосредоточено, у нас бывает здесь Это очень интересно, очень хорошо Ну, знаете, с этим можно жить на свете Хотелось очень давно уже иметь такое место, чтобы можно было где-то себя проявить лично со мной И когда у нас появился вот этот зал, год назад открылся здесь музей Что-то такое в душе заговорило, что он может еще и жить чем-то другим Не только вот, чтобы здесь были работы, все эти выставки проводились А чтобы здесь была музыка, звучала музыка Ведь каждый в своем деле проявляется Если ты учитель, ты учитель Если ты врач, ты проявляешь в своей специальности Поэтому каждый человек проявляет в той профессии, в которой он служит В которой он, где он работает Не уходи, а будь со мною Здесь так отрадно и светло Вообще прелестно, когда видишь это Обожаю Я таких людей очень люблю А в Москве такой возможен салон? Нет, категорически Почему? Ну потому что искренность, на мой взгляд Искренность провинциальной интеллигенции И индустрия развлечений, в которую втянуты мы все И сами, в общем, этим занимаемся постоянно Исключает одно другое, на мой взгляд А в Питере? А в Питере только ресторан для обжорства, может быть, да? Да и в Питере это так же исключено, как и в Москве Но там все-таки почище, не так много пошлости Там больше снобизма Да Меньше пошлости, абсолютно точно Вам виднее, виднее, конечно Это просто наивно Это очень по-доброму наивно А вы представьте какую-нибудь наивную вещь в Москве Или в любом, может быть, другом крупном городе Все будут думать, ну зачем, это же наивно Значит, это будет смешно Значит, это будет вызывать улыбку А если даже это вызывает добрую улыбку, значит, это не очень хорошо Ты знаешь, Саш, я вообще как бы хотел бы сказать, что клуб в Судеславле возник сейчас А я такие клубики маленькие во всех городах страны почти видел Где собираются местные интеллигенции, где люди поют песни Это было и в 70-е годы, это было и в 80-е годы Это в наше время, это будет происходить И как раз все же ясно было из сюжета, ради чего люди собираются Ради вот этого, то, что они любят У них есть своя профессия, своя какая-то работа Но они собираются в такой месте, в котором раньше были красные уголки Где собиралась районная интеллигенция по субботам, пили чаи и так далее Понимаешь, ну смотря что считать клубом Я учился в университете, но не было еще клубов Была там рюмочная на улице Герцена Там сидели студенты консерватории со своими инструментами в чехлах Студенты жорфака И приходил какой-нибудь сантехник Заказывал 150 грамм водки Выпивал ее, а здесь лежали бутерброды с колбасой и сыром Он так выпивал, наклонялся, занюхивал и уходил дальше И все, ну клуб, там сидели люди, разговаривали Не то слово, куча была всего Просто это клубами не называлось Тем более-менее все было похоже на этот клуб, который мы сейчас видим Тем более, вообще у нас какое-то странное Если уж мы так про развлечение, именно про клубы У нас какое-то странное отношение к клубам У нас клубов как таковых в натуральном понимании слова клуб Очень мало, крайне мало Это в основном кафе, бары и рестораны, которые обзываются И казино Это для меня вообще полная загадка Почему казино называется клубом? Клубами даже какие-то эротические Даже более того Дома терпимости у нас тоже называются клубами Но это в общем, наверное, клуб по интересам А ты бы как сказал, Гарик? Нет, я бы сказал, как всегда Любой победит однозначно С этим я не спорю Здесь я неисправимый романтик И как раз наблюдаю сейчас молодых ребят и девчонок, которые выросли Неожиданно выросло новое поколение И я смотрю на них Смотрю, какие они все красивые, какие они замечательные И говорю себе, какая у нас прекрасная молодежь И у этой молодежи те же идеалы, которые были у меня в их возрасте Это очень приятно Понял, Саша, какие у меня гости? Золотые Поэтому это самая большая надежда Сговорились вы там все Раньше люди были более искренними Нет Это у нас уже, ты знаешь, мы уже, может быть, трендим Знаешь, потому что раньше там небо было голубее Небо не было голубее Идеалы были искренние Искренние люди были искренние, чище Нифига себе подобного Я говорю, очень много ребят и девчонок, которые живут с этим словосочетанием по-честному Понимаешь, и мне это нравится Когда говорят, а вот по-честному Мне это нравится, потому что мы сами были такими же Они нормальные максималисты, какими должны быть, понимаешь, молодые все Вот И это очень здорово, понимаешь, очень здорово То есть, ну я не знаю Я так к ним отношусь, они мне очень нравятся, правда Спасибо тебе, а ты меня, младший, вся Хотя в каждой жизни Есть и хорошее, и плохое, понимаешь Но не знаю, я все-таки в этом смысле как-то так Ну, в общем, я думаю, что хорошее нужно не только искать, но, в общем, еще как-то его самому конструировали Да, если там турфирмы, то только Канара и Анталия, да А можно там сделать тур по библиотекам мира Или что там на рыбалке Сюда можно привезти иностранцев Там посадить водолаза, который выпускал пузыри и изображал сама Все время можно какие-то такие фантастические штуки сделать Я просто хотел вас спросить Ищи можно сделать массу и идей много Я не знаю, там в Питере есть одно кафе, где тоже стоят полки с книгами Оно такое подобие салона С диванами Туда тоже люди приходят, читают книжки Ну, скажем, вот ты любишь рыбалку, ты бы не построил там бассейн с рыбой, где можно сидеть с удочкой Ну, это, кстати, очень хорошая идея Я очень люблю рыбалочку Я, в общем, я вот люблю рыбалочку, я люблю спокойные, без адреналина Грибы собирать, вот, это мое Да, ну, собственно, главное же не рыбу ловить, а ощущения какие-то, да? Ты понимаешь, я не могу с этим справиться, когда она не ловится Да, да, да Не, не, не знаю Хочется все-таки, чтобы она ловилась Не, ребят, по мне все-таки главное ощущение в рыбалке Вот недавно тут под Дубной прошел чемпионат по рыбалке Там даже снял сюжет Алексей Косульников Настоящий рыбак Холеры не боится В тот самый момент, когда информационные агентства сообщили, что страшная зараза надвигается на столицу По Москва-реке из Воскресенска В Дубне стартовал малый чемпионат России по рыбной ловле На берегу канала собрались настоящие профессионалы Как-никак шел отбор в сборную страны Дело серьезное, так что рыбацких историй, за которыми мы приехали в Дубну, нам услышать не довелось Зато мы нашли их в изобилии в Москве, на Бережковской набережной У любителей Вот здесь килограмм пять, так это, это было прошлый год Сазанчик, вот я сегодняшний год поймал Три с половиной килограмма, два Это какого размера-то? Ну какого? Ну размер как? Ну на вес его, размер я его не замерял Ну примерно сколько? Ну примерно такой вот Это сазан такой? Такой, да Вот такой? Да, вот такой, на 4,8 На всю семью хватило? Пока еще и не пробовал Может он керосин, может он чем-то заражен, но я пока не пробовал Просто супруга порезала, а когда приеду, вот сейчас посмотрю, а то мы что А не боитесь пробовать? А я вот, видишь, пока еще живой Леша, я пока живой Я вот ловлю и кушаю рыбу Пока я живой Люди волнуются, то, что вот там что-то заражено Я говорю, пока я кушаю, я живой Мне не рыба дорогая, сам процесс Вот процесс Поклевка Зацепишь, поводишь, вот потаскаешь А рыбу я все отдаю Ровно через три часа после старта Профессионалы начали подводить итоги Результаты оказались скромными Рыба мелкая, вес небольшой Тем временем любители, для которых процесс важнее, чем результат Праздновали первую победу Герой дня комментировать свой успех отказался Но трофей предъявил А это что за зверь? Жерь Ну все, это зверь Хорош Ну все-таки, вот рыбаки, вот, посмотри Кашу выбрасывают чуть ли не ведрами Заплывают на лодках на середине И ловят, рыбачат, стараются ловить Ну как же лещ может пойматься на кашу? Он каше наестся, нужно умно делать Выплываешь на лодке назад, на берег Подсадчик хороший, большой И ждешь его, как он какать захотел На берег бежит Здесь ты его и собираешь Вот у тебя улов А не там, на середине Ну, наверное, у каждого человека должна быть своя рыбацкая история Но, естественно, не обязательно про рыбу Главное, чтобы про счастье Расскажите что-нибудь из рыбацких историй У меня все-таки неприличное, что-то в голову приходит Ну, главное, чтобы про счастье, Дима Это особенность национальной охоты Да, почти Надо в школе просто ввести предмет Привлекательность жизни Поскольку, все-таки, любить книгу, например Или уметь влюбляться Это не то же самое, что знать литературу Или основы сексуальной грамоты Ну, и сразу все как-то станет на свои места Я не думаю, что от этого жизнь школьников Станет более привлекательной В общем, идея такая, немножко антигуманная Почему антигуманная? Не, абсолютно, я абсолютно согласен Абсолютно согласен Ну, значит, все только начинается Ну что, Олег Николаевич, поем Хотя бы один куплетик на последок Как говорит Бодров, все только начинается Вот Юрий Висбор Великий, на мой взгляд, человек Он написал песню, посвященную Грушинскому фестивалю Вообще, это отчасти считается гимном Грушинскому фестивалю Она, правда, грустная Вот И мы на протяжении передачи видели, что Пели все И обездоленные, брошенные Рыбаки С пароходов коммерческих И те, кто идут на Москву Вот, которые желают, чтобы Правительство их услышало и поняло Сейчас вы делаете колоссальный подарок Тем, кто неделю назад вас ждал На Грушинском фестивале И вот там столько про это говорили Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены Тихо, печален ручей Янтарной сосны Пеплом несмелым подернулись угли костра Вот и закончилось все расставаться пора Милая моя Солнышко лесное Где, в каких краях Встретимся с тобою Милая моя Солнышко лесное Где, в каких краях Встретимся с тобою Огромное спасибо Спасибо, Сережа Спасибо нашим гостям Спасибо всем До встречи Субтитры сделал DimaTorzok